Эти кадры всего день назад разлетелись по Неганским группам в сети ВКонтакте, собрав множество лайков и самых эмоциональных откликов горожан. На видео, рискуя собой, сотрудник Зонального поисково-спасательного отряда Центроспас Югория вызволяет из ледяной воды тонущую собаку. Да он герой! Побольше бы таких добрых примеров! Как же устали от жестокости, грубости и беззакония! Какие же вы молодцы! Низкий вам поклон! Спасибо, что есть еще такие люди! Спасибо огромное мужчинам! Как же здорово, что среди нас есть отважные! Ребята, вы лучшие! Имя героя Владимир Ивочкин. Именно он подарил вторую жизнь попавшему в западню животному. Первой медпомощь собаке была оказана в ветклинике Animals. Сегодня четвероногая звезда соцсетей находится под четким контролем специалистов предприятия «Чистый город». В рамках договора с городским ветеринарным центром опытный опекун безнадзорных животных Вадим Кулагин доставляет собаку на необходимый ветосмотр. Сейчас она поступает на карантин. Через 10 дней проводим вакцинацию против бешенства. И затем уже через неделю животное стерилизуем, наносим бирку на ухо и чип подкожно для идентификации животного. По словам ветеринаров, сегодня жизни животного уже ничего не угрожает. Однако собака до сих пор находится в шоковом состоянии, пока не реагирует даже на лакомство. Особой пациентке сделаны специальные инъекции для поднятия иммунитета после пережитого стресса и переохлаждения. Самое же лучшее лекарство для нее сейчас – тепло, забота и любовь. Кстати, вполне возможно, что у собаки есть хозяин. Она привычна к автомобилю, садится без проблем. Ну и как бы в помещение входит тоже без проблем. Обычно дикие собаки, они тяжело ходят, но упираются. Это более-менее как бы. Мы на сайте администрации ввешиваем фото собаки. Также в газете размещается фото собаки. И ищем или старых, или новых хозяев. После медицинских процедур эту рыжую красавицу ждет поиск постоянного дома. Остается только надеяться, что хозяин, который сможет вернуть радость в эти печальные глаза, все же найдется. Причем в самое ближайшее время.